друзья всех приветствую на предпоследний торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов и собственно на те идеи которые мы с вами транслируем уже много месяцев не забывайте подписываться на наш канал а market оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки сегодняшний день напомню что изо дня благодарения в штатах американские трейдеры со вчерашнего вечера уже отдыхают на длинных выходных поэтому мы будем работать без этой трейдерской американской силы какой вывод стоит сделать торги будут низко ликвидными и многие считают что связи с этим а сегодня и завтра мы вряд ли увидим каких-то интенсивных движений я разделяю совершенно другую точку зрения друзья сейчас фон с которым мы работаем настолько непредсказуемый что поступление даже какой-то маломальской новости на площадке может выступить самой настоящей бомбой для движения на финансовых рынках и как раз из-за того что торги будут низко ликвидными вероятность более интенсивных движений более резкой реакции трейдеров на новости которые могли бы в нормальных условиях быть проигнорированными эта вероятность находится очень высоких значениях поэтому друзья сегодня и завтра нужно быть максимально внимательными к тому что происходит на рынке следить за своими позициями если вы предпочитаете торговать с некоторым нарушением правила риск менеджмента хотя друзья если вас интересует моя точка зрения я считаю что работать на рынке форекс можно только с максимальным причем один к десяти оцените загрузку ваших депозитов если она у вас выше вам нужно несколько пересмотреть свое отношение к рискам если отношение депозита к рабочему объему вот это плечо это термины которые для вас являются новыми ну либо вы просто никогда не задумывались друзья обратитесь к персональным менеджером компания маркет с вопросами о риск менеджменте о загрузке о плечах вы получите самый развернутый и компетентный ответ я очень хочу чтобы вы разбирались в этих важных очень важных нюансах для работы на а финансовых рынках ну что ж вернемся к тому что у нас есть в моменте последняя новость которую я прочитал только что германия продлевает локдаун практически частичные до 20 октября я думаю то что многие страны ес поступит точно так же поэтому мы вновь возвращаемся к теме к видной из-за того что многие страны сейчас вынуждены но практически все усиливать ограничения вводить все более жесткие контролирующие меры по социальному дистанцированию и так далее вы должны друзья понимать то что мировая экономика по-прежнему из-за вот этого глобального риска остается под серьезным колпаком негатива да конечно я мог бы сейчас поддаться всеобщему энтузиазму касательно вакцина файзер астразейники модерны но мы с вами вдоль и поперек уже проанализировали все эти темы все эти сообщения которые касаются грядущей скоро неизбежной вакцинации я надеюсь вы все прекрасно понимаете друзья то что даже при самом оптимистичном раскладе вакцина станет доступна для широких слоев населения не раньше середины двадцать первого года при этом количество заболевших растет у нас каждый день я не хочу портить настроение вам друзья но я к сожалению вот касательно к вида разделяю крайне реалистичную позицию я сам нахожусь в одной из европейских стран и прекрасно понимаю как это ковидная тема как коронавирус влияет на настроение на потребительскую активность на предприятия на экономическую активность и могу делать выводы о том что мировая экономика и перспективы ее существенного замедления очень сильно недооценивается давайте посмотрим на доллар друзья я хочу вас поздравить всех потому что мы продавили уверен с вашей поддержкой уровень 92 91 92 сейчас в моменте котировки и очевидно что доллар будет двигаться дальше следующая поддержка 91 70 ломать теперь нужно ее почему снижается доллар раньше я заходил на тему слабости доллара с учетом из позиции грядущих новых мер экономического стимулирования от сша повторяться сегодня не буду пересмотрите прошлый брифинг а как мы подвели к этой теме грядущее назначение джанет ели на пусто главы минфина сейчас вы должны понимать что доллар скидывают потому что есть ажиотажность спрос на рисковый инструмент из-за вакцин из-за снижения политической неопределенности в сша трамп хоть и не признал свое поражение но все-таки отдал поручение начать процедуру передачи власти может быть даже этот шаг этот ход является кулуарным таким неофициальным но признанием поражения мы вчера следили за данными по штатам из-за сегодняшнего дня благодарения разумеется вся статистика публика по публикации замкнулась и собралась в рамках одной торговой сессии заказан товар длительного пользования личные доходы личные расходы заявки на пособие по безработице темпы экономического роста друзья целая куча макроэкономических данных и все тотально разочаровали особый акцент делаю на резкая падение личных доходов на минус 0,7 процента заявки на пособие по безработице растут 748 тысяч было сейчас 778 тысяч и новые уже восходящие тенденции это явный ответ на то что к вид оказывает разрушающее воздействие на рынок труда потребительской активности тоже дышит наладом и сейчас по мере приближения зимнего период очевидно что все больше людей будут предпочитать еще и за коронавирус оставаться дома как вы думаете что произойдет потребительской активности очевидно и совершенно однозначный факт того что потребительская активность будет дальше снижаться мы ждем друзья еще более слабых макроэкономических данных которые для нас это конечно же фактор давление на доллар но для нас это прежде всего статистика которая будет мотивацией для регулирующих структур ведомства для денежных властей для конгресса для минфина для федеральной резервной системы что-то предпринять что-то сделаете снова запустить печатный станок и начать раздавать деньги потому что падение личных доходов и личных расходов это то что замыкается на теме недостаточного финансирования тех кто остался сейчас без работы поэтому друзья все у нас по-прежнему в пользу того что доллар не будет слабеть давайте держать такую позицию золото 1810 напоминаю что золото начнет расти сразу же после того как на рынке появятся новости о тех решениях по госпомощи и поддержки которые должны быть сейчас приняты со стороны властей сша не знаю когда это произойдет очень рассчитываю что точно до конца этого года ну может быть после голосования коллегии выборщиков она запланирована на 14 декабря но ждать осталось не так уж и долго евро против доллара 1.1923 друзья растем до цели 1.20 рукой подать фунт против доллара это мое бремя опять же без комментариев 1.3384 нету новостей позитивных по brexit не забывайте и только по этой причине моя позиция имеет право на жизнь что если придут плохие новости и ес и англии не договорились под закат двадцатого года все это ралли очень быстро окажется начнет развиваться в обратном направлении и мы откатим к тем уровнем с которых начали восстанавливаться по этому диету активов и я сохраняю цель которую ранее давали еще сити на отметке 1.25 новозеландец против доллара 0.70 почти друзья мы вчера пересмотрели целевой ориентиры теперь смотрим повыше потому что резервный банк новой зеландии подкинул нам идею держать длинную позицию по собственно этим инструментом потому что ну это сделка которая прекрасно сейчас отрабатывает от идеи слабого доллара ну и конечно же новозеландская экономика с учетом тех мер экономического стимулирования которые предпринимаются будут останавливать будет восстанавливаться активнее bitcoin 17795 коррекция друзья она была наверное ожидаемая и прогнозируемый но я думаю то что все-таки локальные максимумы еще увидим ранее на прошлых брифингах я разбирал детальную ситуацию скрипта рынком рассказывал чем текущая ралли отличается от ралли 2017 года можете пересмотреть австралийц против доллара держим здесь ланги 073 56 ближайшая цель уже фактически сделано но следующий целевой ориентир 074 075 туда друзья и идем на этом собственно все хорошие вам торговой сессии и до скорых встреч уже завтра всем пока